Здравствуйте! История Осирия Акадская империя и неошумерские империи 2334-2050 годы до н.э. Во времена Акадской империи 2334-2154 годы г.г. До н.э. Осирийцы, как и все акадоязычные жители Месопотамии, а также шумеры, стали подчиняться династии города-государства Акад с центром в Центральной Месопотамии. Акадская империя, основанная Саргоном Великим, утверждала, что она охватывает окружающие четыре четверти. Область Осирии, к северу от резиденции империи в Центральной Месопотамии, также была известна шумерами как Суборту, и название Азухинум в акадских записях также, по-видимому, относится к самой Осирии. Шумеры в конечном итоге были поглощены Акадским, Осиро-Вавилонским населением. Осирийские правители подчиняли Саргону и его преемникам, а город Ашур стал региональным административным центром империи, о чем свидетельствуют таблички НУЗИ. В этот период акадоязычные семиты Месопотамии стали править империей, охватывающей не только саму Месопотамию, но и большие участки Малой Азии, древнего Ирана, Эрлама, Аравийского полуострова, Ханауна и Сирии. Осирия, кажется, к тому времени уже активно участвовала в торговле в Малой Азии. Самое раннее известное упоминание о Наталийского кару в Хатте было найдено на более поздних клинописных табличках, описывающих ранний период Акадской империи, около 2350 года до н.э. На этих табличках ассирийские торговцы в Бурушанде умоляли своего правителя Саргона Великого о помощи, и это название продолжало существовать по всей Ассирийской империи около 1700 лет. Самое имя Хатте даже появляется в более поздних рассказах о его внуке Нарам Сине, проводившем кампанию в Анатолии. Ассирийские и акадские торговцы распространили письменность в форме месопотамской клинописи в Малой Азии и Ливанте, современной Сирии и Ливан. Однако ближе к концу правления Саргона Великого ассирийская фракция восстала против него. Племена Ассирии из верхней страны, в свою очередь напали, но они подчинились его оружию, и Саргон заселил их жилища, и он жестоко поразил их. Акадская империя была разрушена в результате экономического спада и внутренней гражданской войны, за которой последовали нападения варваров-кутянцев в 2154 году до н.э. Правители Ассирии в период между 2154 год до н.э. 2112 год до н.э. снова стали полностью независимыми, поскольку известно, что кутиане управляли только южными сапотамией. Однако список царей, единственная информация из Ассирии за этот период. Большая часть Ассирии ненадолго стала частью Навошумерской империи, или Третьей династии Ура, основанной в С. 2112 год до н.э. Шумерское господство простиралось до города Ашур, но, похоже, не дошло до Ниневии и Крайнего Севера Ассирии. Один местный правитель, Шаканаккум, по имени Зарикум, который не фигурирует ни в одном списке ассирийских царей, указан как платящий дани Амарсину из Ура. Правители Ашура, по-видимому, оставались в значительной степени под шумерским господством до середины 21 века до н.э., около 2050 года до н.э., список царей называют ассирийских правителей того периода, и некоторые из них, как известно из других источников, также носили титул Шаканака или вассальных правителей и не ашумеров. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.